Между тем, московский спортак на 1 очко отстал от Динамо. Но понимаешь, не хватило Бубнова. Они проиграли из-за этого. И посмотрим на состав сборной России. Потому что должны были уже объявить. Сборная России пошла на чемпионат Европы с большим трудом. Бубнов выиграл. Старов за компетишн. 8.02 оценка, понимаешь? И бестплеер за 8 результативных передач. Это 18 лет он уже лучший. Рекорды все установил, понимаешь? Ну, куда вы там все лезете? Еще один гол умудрился забить. Но я никогда не был бомбардином. Вот здесь. О, слуцкий выиграл. Да, слуцкий кубань тренировал. Вот там тебе самое место, Леня. Там ты будешь качать, блин, скамейку только так. Невероятные вызовы в сборной России. Смотри. Песяков. Ну, молодец. Ты с Песяковым далеко пойдешь. Яковлев даже. Безлихонтова взяли. Безлихонтова. Да куда? Куда, Ткачева? Берешь со скоростью 12, ускорением 13 на фланг. О чем ты думаешь, Капелла? Мы посмотрим, кстати говоря, на этот. Ну, смотри. Ну, Бубнова вызвал-то правильно. Остальные тут просто вообще никто. Понимаешь? Березуцкого опять вызвал. Киржаков, которых давно пора гнать из сборной подальше. Нет, он их вызывает постоянно. Ну, это дидюналы. Ну, ты думай, башкой. Какой дидюн? Ёлки-палки. Ну, 27 лет человеку не перспектив. Ничего. Он его в сборной вызывает. Дилетанты, дилетанты. Полный. Ну, Бубнов, разумеется, в составе на финал. Но у Ливерпуля здесь Дебрюйне, Суарес, Ермоленко. Довольно сильный атакующий кулак. Его будет сложно сдержать. Но, знаешь, по составу ПСЖ выглядит серьезнее. Хотя Ливерпуль опять все считают паворитом. Но это, знаешь, я бы не был в этом так уверен. Потому что ПСЖ хорошую игру демонстрирует. И да не надо мне их состав. Да, я хочу за Бубновым следить. Потому что это единственное достойное внимание игрок даже в финале Лиги Чемпионов. То есть настолько великолепно себя проявил в этом сезоне. Да, что осталось только Лигу Чемпионов выиграть. Но здесь, знаешь, здесь у высочайшего уровня команды Соборова. Это надо понимать. Да и... Ну, ты посмотри, Дебрюйне. Он положил просто. Какие к Бубнову претензии? Какие претензии? 23-й в сезоне в Дебрюйне. Ну, смотри, да, Бубнов. Бубнов, он грамотно позицию выбрал. Он опекает. Да, здесь Дебрюйне. Должен был защитник Перуци. Перуци должен был держать Дебрюйне. Но он его потерял и... А что ты ручками-то замахал, Джина? Ты должен был лучше играть. Вот и все. И Ливербург, как и Челси, давит. То есть, видимо, у французов у них какой-то... Вот немцы хорошо играют с англичанами, блин. А французам тяжело приходится. Может, потому что борьбы больше в чемпионате. Ну, ты посмотри, Варан! Ну, что ты делаешь? Ну, на Бубнова бы подавали, блин. И не было бы у вас проблем. А то, понимаешь, Варана какого-то ящерицу это выпускает. А он по мячу толком не бьет. Ну, сейчас бьет, но это не показать. Я-то профессионал, я при Бескаре играл. А Варан играл при Бескаре? Не играл. Перуци тоже не играл, поэтому каточки зарабатывает. Ну, сейчас надо забивать ответный мяч, блин. Финал Лиги Чемпионов, елки-палки. Ну, все. Ливерпуль победил. Ну, ты понимаешь, это полная беззубость в атаке. Это группа атаки минусы все получают. Потому что настолько бездарно. Бубнов старается, да, они все проигрывают. Елки-палки. Я-то еще сейчас Бубнову на Чемпионат мира ехать. Слышь, в Афран... Ну, не ехать, а он тоже... Он во Франции будет. В Дебривене, слышь, ну, это заберет. Это 58 миллионов стоит. В Дебривене. И потому что он все позиции может закрыть. Ему бы ускорение побольше. Это все. Это был бы игрок топ-уровня, да. Ну, если посмотреть... Если посмотреть на статистику Париса Энджермена, да, по технико-тактическим действиям, Бубнов намного больше объем выполнил, чем Варан, понимаешь? И здесь к нему вопросов не может быть никаких. А вот группа атаки облажалась, да. Это абсолютно точно. Потому что Пасторы слабовато, мало технико-тактических действий. Ибрагимович, посмотри, у него что-то, видят, травма, да, была какая-то, да. Вот это сильно подкрасит. Но 34 года играет лучше, чем Киржаку. На это тоже внимание обратить, да. А у Ливерполя, центр поля, смотри, как мощно сыграл Гакхан Энлер. Да. Ну, смотри. Ну, неплохой. Добрый, наверное, мало технико-тактических действий. Уждух Хендерсон сколько сделал, сколько Гроскровец сделал. Вот этот треугольник, он и разбил. Разбил ПСЖ. Ладно, посмотрим, что будет на чемпионате мира. Капелла объявил состав команды. Акинфеев, Песеков, Габулов, Макеев, Рауш, который тоже переехал в Россию. Алеша Березуцкий, Бубнов, Васин, Чеминава, Ченников, Пашевлюк. Ну, без сюрпризов, вроде. Самедов, Камбаров, Грушаков, Коломейцев, Чедышев, Мамаев, Кореока, Игорь Денисов и нападающий Кокорин, Дзюба, Киржаков и Дидюна. Ну, Киржакова и Дидюна, ты зачем берешь, Капелла? Зачем тебе Киржаков нужен, который по воротам не попадает? Чемпионат Европы он любит. Так, а давай посмотрим. Вот, Испания, Англия, Венгрия. Все, до свидания, ребята. Я посмотрю матч с Испанией, да? И там уже все будет ясно, что сборная России, она нихуда не пройдет. Россия, очень важный матч. Испанцы играют по какой-то тактике. У нас Макеев на этом фланге, у этих Диего Коста. Так что тоже придурка хватает. Губнову в пару Чеминаву поставили, да? Ну, посмотрим, как он сможет себя показать. Ну, у Испанцев, знаешь, состав довольно странный. Я не знаю, как они будут тревать. Ну, понимаешь, Испания, говорит, выиграет. Но что-то мне их состав не нравится. Они какой-то неоптимальный выставили. И Дзюба здесь, смотри. Куда ты, да и есть такой фланг? Это смешно! На Чемпионат мира приехали! Ну, одна надежда у сборной России, это бубнов. Видишь, какие посылки дают? Коломейца, подшивлю. Ну, сборная России, знаешь, тики-таку устроил на своей половине. Оля, кто судит матч? Да подожди. Я не увидел. Ну, Альба, конечно, заходил. Стоп! Судья про... Ну, про Йенсен. Нас про Йенсен в этом матче и ожидает. Заранее предсказывал. Вот здесь смотри, что было, да? Бубнов не теряет позицию. Стоит. Смотри, смотри. Он... Он-то ситуацию контролировал. Ошибся, подшивлю. Какого-то этого скорости... Бубнов был бы готов. Если Бакенфейф отбил, да? Он бы готов был вынести. Понимаешь? Какие претензии к Бубнову? Эти, вот, Морена травмировали. Но испанцы, знаешь, у них, как у акулы, зубы. Зуб выпал, и тут же новый выбор. Мамаев и неесту сломал, видал? Ну, это... Вот это правильно. Нам только так и надо действовать, но, видишь, на каточке нарываемся. Каточки-то нехорошо. Пошевлю! Куда ты выкинул, Сережа? Чиминава, хорошие подкатки, кстати говоря, сейчас выполнил. Ну, пас. Разрыв очень большой между обороны и атакой. Место. Мамаев, ну все. Ну, куда ты? Куда ты двумя ногами-то прыгаешь? Все, до свидания. Вот проенца, проенца. Представляешь, ну куда ты двумя ногами там в него прыгаешь? Не успеваешь. Скорости нету. И все, и проблемы очень большие. Ну, а сейчас испанцы уже на... Уже у нас нет шансов. После этого удаления. Все, ну куда? Куда? Дидюна вып... Ха-ха! Да ты дидюна зачем выпустил? У тебя шансов нету никаких. Бубнов даже, да, сейчас их уже дают. А потому что там по-другому нельзя. Не есть на подачу. Ну, все. Иногда лальба. Тубль ополняет. Здесь... Сейчас мы разберем этот эпизод. Да, подожди, где Бубнов? Стоп. Вот это Рауш, ну должен был проверять, что он там делает. Да, Бубнов, он, видишь, он... Ну, он уже не успевал. Он уже не успевал. И, видишь, ему оценку за это снизили. Потому что он... Ну, опять же, блин, понимаешь? В чем здесь дело, да? Сбодная уже проигрывала 0-1. Ну, уже это... Это уже поражение. И здесь... А, ну, у испанцев не отрывается. Не знаю, зачем Бубнов так снизили, да, оценку. Ну, Дзюба, видишь, не реализовал момент 1 на 1, да? И здесь... Ну, какие вопросы к Бубнову? Если вы не можете... Ну, лишь они в конце начали давить уже, да? Ну, какие вопросы к Бубнову, если вы все равно не забиваете своим... Если ты подаешь не на Бубнова, угловые! Это ваш лучший игрок, который головой может сыграть, понимаешь? А они ему пас не дают, понимаешь? Ну, это глупости. Вы на Дедюна, что ли, там, навешиваете? Или на Бубнова, или на Дзюбу. Он на Камбарова, понимаешь, навеса у него проходит. Но это никуда не родится. Это никуда не родится. Это... Это не то, что Испания, да? Испания еще не свою силу сыграла. Да, Бубнов там один, видишь, финтит. Он всю команду соперников возделывает. Эту атаку Бубнов начался-то. Ну, Дедюн, видишь, игрок низкого класса. Как он вообще дошел до штрафной, это большая загадка. Ну, а Альбу? Потому что они Альбу не сдержали. Это отдельно возглавно. Карбахаль пошел по флору. Ну, и все из центра штрафной. А, тем не менее, испанцы после этой подачи мяч не потеряли. Обратите внимание. Чиминава, хорошо. Чиминава, знаешь, так добротный матч провел. Ну, тут в финале свисток, и все. Это без шансов для сборной России. Я думаю, что из группы-то мы не выйдем. Ну, почему 5 и 2? Кто? Кто? Хоть такую низкую оценку поставил. Да, отвратительно играл. Да какой отв... Ну, это, видишь, это не профессионалы оценивают. И поэтому возникают подобного рода вопросы. Подожди! Хватит мне тут это качество владения мячом. Да при чем здесь качество владения мячом? Я вас умоляю. Здесь просто мастерство залог успеха, понимаешь? Да! Вот что меня волнует. Статистика. Иньеста, смотри, сколько делал техник? Больше 100 техник статистических действий. Это свои годы. Иньеста 32 года столько техник и тактических действий выделал. А вы, блин, поучитесь. И брак, брак мизерный. Посмотри внимательно. А у нашей сборной, блин, так же, возили. Ну, у Бубнова большой брак. Это не уровень чемпионата мира в этом матче, признаю. Провалился. Ну, тут, опять же, в нападении не было. Мамаев худший игрок. Почему ты Мамаеву ставишь 6.2? Ёлки-палки. Он удаление заработал, он команду подвел, можно сказать. А Бубнов уже в ничего не значащем эпизоде, понимаешь? Не доработал. Они ему ставят. Это против меня работает НТВ плюс и лично Уткин. Да, говорят, что 3-4-2 английская схема, но наши решили их же оружием, видимо, побить. Потому что у этих, у этих, ну, у них состав довольно мощный, несмотря ни на что, да. Ну, спорные Англии, знаешь, их проблема в чем, что схожая с Россией. То есть только в одной стране все играют. Вот уровень чемпионата Англии. Сравнись с чемпионатом России, да, это не разные вещи. Бубнов сделал потрясающий перехват сейчас. Ну, и он-то в этом матче будет выкладываться. Вопрос, как остальные наши сборники доблестные смогут себя показать. Но пока неплохо, так они эту атаку развивают. Коломейцев, Денисов, перевод на Леша. Но это вот здесь надо было запихать. И это хат. А вратаристы, смотри, Англии, они не могут без косяков. Ха-ха-ха. Ну, только так сборная России может голы забивать. Кижаков-то, взгляд, прыгнул. Здесь, знаешь, непонятно было даже, от кого именно залетел мяч Ну, это хат, на него списали, на вратаря-то всегда проще все свалить Ну, там, знаешь, неуверенно сыграл И Бейн смотрит, что делает Потом Васина поставили, слышишь И вышел мощный удар, но Акинфейс правил Смотри, здесь руни, штанга, слышишь, бубно, смотри, что сотворил с этим Кто там был, Стерлинг, что ли? Он ему чуть ноги не оторвал А при том, без нарушения правил сыграл Так что, там, за голову схватился Ну, первый тайм Хабашу сборной России смотрелось Ну, гол, понимаешь, по счету хорошо смотрится По игру мы не видим, но бубнов лучший состав сборной России Дзюби не выпустили Да, только вместо Кержакова А, правильно, вместо Кержакова Вот это, вот это замена капеловская Да, коломейцы все штатной бьет А, посмотри, 2-0, представляешь? Хаб, ничего не может уже А сборная России давит Да Ну, это двойка, это двойка Кто судит, мальчик А тот же Парненца Ну, да, он, видимо, все матчи сборные Но в этот раз мы его зарядили Он, видишь, какие штрафные нам поставил О, ну По сценарию примерно матча С Испанией проходит Только Испания, это сборная России Теперь Англия что-то Это вопросы Очень большие к сборной Англии Но это Бубнов, который Ничего не позволяет делать Да, и сборная Англии Ни одного момента не создала Мало-мальского Да, вот этот удар Вилшера Да, ну там Акинфеев хорошо потащил И Бубнов не позволил добить Да Так что, если вопрос о том Кто лучший игрок в этом матче Он вообще не стоит Понимаешь? Потому что Бубнов настолько был хорош Макеев, сейчас двоих англичан возит Ты это видел, нет, когда-нибудь? Это, это магия Бубнова Это сейчас еще Кокорин мог третить Я бы не удивился Понимаешь? Вот это Бубнов лучше Конечно! Слава богу, да пёрло, блин Кто лучший игрок этого матча Ну и сейчас, знаешь, венгры Надо обыгрывать венгров Но статистика сборной России Впечатляет Смотри, Бубнов Ты посмотри сюда Да, посмотри У него под 80 технико-тактических действий Да И процент брака в передачах большой Но потому что он вперед играл Это было указание тренера И коломейцев тоже хорош Без сомнения А у англичан У англичан Все гораздо печальнее и хуже Вилшир Ну, ну куда? Куда вы лезете, блин? Опять пролетели Ну, венгры Видишь, они более оборонительную схему Стараются использовать А у нас Киржаков и Дидюн Нападений Капелла У тебя башка-то вообще есть Нет выпускать, блин Дидюна и Киржакова Это все Это сразу сдаваться можно Дидюн, видишь, он не может Ничего сделать И Киржаков тоже инвалид Ну что? Куда ты подаешь Такую подачу? Это двойка Это стыдно Ну, хотя Знаешь Верим в то, что Александр Викторович Наконец-то забьет Гол А он каточку Зарабатывает Ну что ты будешь делать Это пакость Со стороны судьи Пенальти Рицали Судят Ну, бросаются К Киржаков Только не Киржак Глушак будет бить Ну, Глушак, знаешь Нормальный парень Ну, надо забивать Пенку-то Да Хорошо 1-0 Ну, знаешь Венгров надо добивать Ни в коем случае Не Давать им спуск Конечно Вот коренной венгр Смотри Вот это Кто это? Отти Гибер Ну, конечно Коренной Просто загорел Ха-ха-ха-ха Ладно Коломейцев Каточка Ну, что вы На одном месте Капчисники получаете Чедышев Сейчас еще мог Тоже Получить И, смотри И глад И подшивлюк Опять куда попал Выкидывает Ладно там этот венгров Деревянный От него отскочило Кержаков Коломейцев Правильно На Бубнова Надо играть Бубнов Видишь Какой мягкий Мягкий перевод На Чедышев Это не каждый Хави так Сможет Бубнов Он, видишь Он универсал Варга Чуть Коломейцева Не оставил Бесконечности Понимаешь Вот И венгеры Смотри Пошли в атаку Добивать надо Венгров Чиминава Там ошибается Грубейших И пенальти Ребята Говорю Идите Вы в баню Блин Идите в атаку Шо вы Обороняетесь Против этих Бенгров Понимаешь Ну Акинфеев По пенальти Небольшой Спец 1-1 Ну а шо Той же монетой Обплатил Рицарь Там было нарушение Тут было Акинфеев Угадал Капелло Он еще Абстангой Башкой Свои Трест Все Выглядят Разочароваными Конечно Там Щенников Грубую ошибку А шо Пошли атаковать Киржаков С дедюном Щенников А этот врата, это он, видишь, он в ближний угол надежно прикрывает. Это Тимьякин пилит. И опять навес не на Бубнова. Капелло, что ты делаешь? Ни одного углового не реализовали, потому что на Александра Бубнова нет навеса. Видишь, Венгрия как в атаку перебывает. Пружина разжимается. Провал, провал в обороне на фланге. Пошевлю. Уже который раз Поршевлю проваливается. Венгрия впереди, да, конечно. А сборная России первым номером она вообще не умеет играть. Класс не тот у команды, понимаешь? Это с Англией получилось, потому что Англия... Ну, там повезло, во-первых, вначале. Да, в этот раз тоже повезло. Но Венгрия, понимаешь, они... Они по классу примерно нам равны. Не надо думать, что мы их там превосходим на 10 иголок. Ну, с Киржаковым и с Дядюном нападение. Вы что хотели? Капелла, ты что хотел? Ты кого выпусти? Это же позор. Это изначально уже понятно, что с такими нападающими тебе ничего не свитит в матче. Их вообще надо на скамейку. Дядюн, ну, Блин. Киржаков, Дядюн. Ну, там удар был непростой, на самом деле. Но Киржаков тоже грамотно выдал ему передачу. Ну, знаешь, это непоказательный момент. Еще раз говорю. Вот вы сейчас в обороне отработаете. И нужно атаковать, понимаешь? Атаковать, атаковать. А вы обороняете. Куда вы садитесь в оборону? Вы идти вперед должны. Но с Бребескою при любом счете мы оконтролировали мяч на половине поля соперника. Да? И прессимировали так, что они вдохнуть не могли. А эти, понимаешь, знают, что... О, вот коломейцы знают, что у него есть каточка, да? Вот. И обороняются. Атаковать вы должны, понимаешь? Вы. Уже второе удаление. Это показатель того, что сборная России не готова. Команда должна свой футбол показывать. И навязывать его соперникам. Если она хочет побеждать на крупных соревнованиях. Ну, здесь ошибся Венгол, да? Ну, Дидюн забил, я беру свои слова на зал. Относительно Дидюна, да? Потому что здесь момент сложный. Если бы Дидюн не реализовал, то там все было бы ясно, да? Ну, Дидюн, видишь, справился. Значит, Капелла был уверен, что... Хотя, опять же, в голе большая заслуга Денисова. Тут Дидюна так вывели, блин, что... Ну, он с нервами справился, единственное что. Да, потому что там в такие моменты очень часто провалы происходят, да? Ну, вот, видишь, сборная России справилась и переломила. Вот это, опять, ошибки некоторых игроков, они могли свести на нет все усилия, да, сборной. Дидюн молодец, он себя проявил, в нужный момент выстрелил. В итоге, в итоге сборная Англии... Ха-ха-ха, последнее место. А Россия прошла дальше, ну что, мы будем следить, я посмотрю, что будет. Ну, из-за перебора шелтых карточек Бубнов был дисквалифицирован. Ну, команда России еще раз подтвердила, что было до этого одной из худших защитных линий. Конечно, конечно, Киржаков забил, потом Кокорин забил, а потом, знаешь, их просто раздавили. Потому что, ну, извините меня, с кем... Еще смотри, какие оценки поставили. Видал? Васин, 7-4, Чиминава, 7-1, да уж, 7-0, Паширдук, 7-0. Три мяча команда пропустила, ты можешь себе представить, да? Им такие оценки ставили. И Щеникова только поставили, 6-1, как будто там Щеникова, значит, провалился. Это, это катастрофа, статистика сборная. Ну, с таким количеством технико-арактерических действий даже как-то стыдно приезжать на чемпионат мира. Ну, и обидно, что Бубнов не смог помочь своей сборной, да. А тут все лучше выглядело, да. И вот у них Алтынтоп капитан, дирижировал, понимаешь, и нашу сборную коту. Ну, Капелла, это... Вот пусть Мутко, пусть Мутко этот матч смотрит, да, и думает, кого я, блин, назначил новым тренером. Потому что и нужно развивать молодежь, да. Это ведь об этом видео. Потому что, ну, посмотри, ну, где у нас молодые сильные игроки? Э, 2016 год, кто будет играть? А теперь посмотри, кто будет играть в 2018 из них. Потому что из них уже Акинфеев будет старый, понимаешь? Ну, Пашевлю, блин, он и так это уже опаршивил, совсем играть не умеет. Куда? Куда вы смотри? Или Пашевлю, говорят, еще лучше наши игроки, понимаешь? Лучше. Акинфеев, ладно, если в хорошей форме будет, подойдет. У Щенников будет, Кокорин будет, да. Так, Амбаров нужен, ну, уже будет не топовый уровень, да. У коломейцев, возможно, да. Но даже Кориоко... Кориоко не сыграл толком, понимаешь? Ну, Кориоко вообще ухудшаться стал, деградировать. А, подожди, Кориоко, Кориоко, информация, русский язык. А у него Фабио Капелло, любимый, любимый, этот, менеджер. А Капелло, как, он со мной подрушиться хочет. И Дзюба у него, Дзюба, любимый игрок, представляешь, Капелло подгоняет игроков под тактику, вносит ранее тактические... Да какие он, да какие изменения, блин, вносит? Ты о чем ты говоришь, блин? Ну, Бубнов за этот сезон, я думаю, что мы на этом не будем, можно, дальше продолжать, да. Он... он... украинский, русский. А французский я что, забыл, что ли? Или это... да... Любят пошутить, любят пошутить. Ладно, спасибо за просмотр, непрофессионалы и дилетанты. Мы увидимся, я думаю, уже в следующем менеджере. А может быть и раньше, а в новом футболе. Удачи, до свидания.